3 тысячи бывших боевиков ЧВК Вагнер вместе с командиром штурмового отряда Александром Кузнецовым с позовным «Ратибор» переходят в подконтрольное спецподразделение Росгвардии «Ахмат». Об этом 5 апреля в своем телеграмм написал глава течнира Мзан Кадыров. 6 апреля Институт изучения войны сообщил, что Минобороны РФ уже якобы выделила необходимое количество бакантных мест в составе спецназа «Ахмат» для размещения вагнеровцев, и те могут приступить к выполнению боевых задач после решения всех организационных вопросов. По мнению аналитиков, упоминание Кадырова о Минобороны РФ указывает на то, что эти бойцы Вагнера будут подчинены именно Министерству, а не Росгвардии. В отчете отмечается, что этот шаг указывает на укрепление контроля Минобороны РФ над остатками сил Вагнера, являющейся частью стратегии, начатой в 2023 году. Аналитики указывают на то, что перемещение бойцов Вагнера в «Ахмат» вызвало недовольство среди некоторых связанных с Вагнером групп. В частности, диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» обвинила тех в продажности. Также существуют обвинения в преувеличении количества переведенного персонала, неприязненные отношения между бойцами Вагнера и командиром Кузнецовым. Кроме того, аналитики института сообщают, что прежние силы Вагнера уже сформировали отряд «Камертон» под руководством «Ахмата», и что Минобороны России не возражает против использования ими символики Вагнера. Напомним, так называемая ЧВК «Вагнер» была специально создана для решения задач по оккупации Востока Украины, а ее единственным настоящим владельцем был президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал бывший участник Вагнера Марат Габидуллин, пишет Униан. По его словам, Кремль обеспечил на Востоке Украины создание различных военных формирований из наемников частной военной компании, а за кофе, например, ополчения, которое на самом деле состояло в основном из граждан Российской Федерации. Ранее глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что информация о распуске ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина, который якобы погиб в РФ в августе 2023-го, невозможно проверить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова